Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Так, по ситуации в Херсоне пару слов вам расскажу. Значит, Антоновский мост, там вчера, или это уже, нет, вчера еще поздно вечером, да, около 12 ночи, еще вчера, прилетело по расшистам, прилетело очень конкретно, это не сам мост, это вот эти вот боржи, которые они поставили вдоль опор моста, надеялись, что они их очень хорошо замаскировали, и по этим боржам пытались переправлять на левый берег свои фашистские войска. Прилетело им по Кумполу, надавало очень знатно, кучу этих бандитов повозили в Мелитополь на лечение, в Херсоне их не берут в больницы, но сейчас об этом еще расскажу. Там, кстати, прилетело по Кумполу также российским пропагандистам, пропагандоны там как раз пропагандонили, под этим мостом подвязались там со своими грязными этими своими инсинуациями, и вот после 11 ночи прилетело как расшистам по Кумполу, так и этим самым же пропагандонам, которые тоже являются, конечно же, расшистами, а кто же не еще. Значит, интересная ситуация с этими пропагандонами, если военных расшистов сразу же уволокли в Мелитополь, то вот этих вот чудиков попытались отвезти в Херсон в больницу, где персонал сказал им, знаете что, валите отсюда нафиг, сейчас вам даже скажу, вот что им сказали. А, это прямая речь, это не мои слова, это то, что сказала медсестра одному из пропагандистов, которые попали в Херсоне в больницу, наконец-то во ствари и постреляли. Это слова медперсонала, конец цитаты. Вот так вот, вот так вот с ними. Представляете, как херсонцы натерпелись от этих гадов, от их пропагандистов, от этой всей России, от этого всего кошмара, который там был. И вот это все закажется, люди знают, что они уходят. Ребята, сейчас люди выходят, те блокпосты, которые были в городе, их больше нет. Вот эти вот расшисты, которые там были, да, их больше нет. То есть количество расшистов уменьшилось на порядок. И да, есть много чмобиков, которых только что чмобилизировали, там отправили на могилизацию. Это другое. С них такие, знаете, с них такие вояки, как с курицей петух. Вот. А у тех, которые там раньше были, они сдымили куда-то, испарились. Соответственно, наши их сейчас колбасят очень хорошо. Но, а эти занимаются, соответственно, мародерством. Украли абсолютно все пожарные машины из Херсона. Все украдено было. Там были несколько новых пожарных машин, которые Украина завезла. Ну, понятное дело, Украина же развивается, Россия загнивает. Соответственно, Украина привозит что-то. Россия это ворует. Вы уже помните, как я вам рассказал, из Мариуполя они поворовали городской транспорт. И сделали, чуть-чуть подкрасили. И сказали, что это Россия пожертвовала Донецку. Как они из Мариуполя, эти же расисты, украли после штурма города, украли оттуда медоборудование из мариупольских поликлиник. Привезли его в Донецк, сказали, что это Единая Россия пожертвовала. На самом деле, это украинское медоборудование, которое они просто-напросто украли. В Мариуполе они воровали брусчатку. В Мариуполе они воровали детские площадки новые украинские. Позавозили это на Донецк. Туда сказали, что это, опять-таки, донат от так называемой России. Ничего не нового, они сейчас грабят Херсон. Не удивлюсь, что то, что они сейчас воруют в Херсон, например, украли скорые помощи автомобилей. Не удивлюсь, если эти украинские скорые помощи скоро появятся в Мелитополе, они скажут, что Единая Россия пожертвовала. Но Мелитополь тоже скоро освободят, поэтому это все ерунда. И перевезем их назад из Мелитополя в Херсон, да и всех делов. Очень много идет разговоров по поводу Каховской ГЭС. Взорвут они ее, не взорвут. Вы знаете, логика говорит, что взорвать они ее не должны. Они сейчас ее заминировали. Заминировали машинный зал, заминировали саму станцию. Взорвут или нет. Ребята, мы имеем дело с умалишенными, понимаете. С шизоидами. Ну я не знаю, которых... Если рассуждать нормальной логикой, конечно нет. Потому что в этом случае они оставляют, автоматически оставляют Крым без воды. Ну просто потому что уровень упадет, и туда в канал ничего больше течь не будет. Ни при каких обстоятельствах. Вот. То есть... Ну опять, мы же имеем дело с ненормальными. Поэтому они делают ненормальные поступки, ожидать можно чего угодно. Что затопит в случае, если они все-таки на это пойдут? Ну затопить может Олежки. Затопить может небольшую часть Херсона, потому что Херсон все-таки находится сверху. Он на довольно большой высоте. Высота волны в этом случае будет 4 метра 80 сантиметров. Соответственно может притопить, и причем довольно на долгий срок, там даже на несколько дней, Олежки. И окружающие осела левобережья. Топить будет левобережье напротив Херсона. Гопри тоже может притопить. Тоже на некоторое время там смоет дома и так далее. В Херсоне может притопить остров. Нижнюю часть цыганки. И нижнюю часть военки. Вот то, что выходит там к парку этого вечного огня. Снизу, снизу. Понятное дело, что вверх оно не поднимется. Также может притопить набережную, но там никто не живет возле фрегата. И да, может притопить район морпорта. И соответственно район улицы Чайковского. Вот это может притопить. Понятно, да? Но, скажем так, если все эти районы вместе взятые взять, они не составляют даже, наверное, и 10% от площади Херсона. Да, меньше. Процентов 5. И от его населения, те, кто там живут. Да, им будет очень неприятно. Но да, вот остров, да, это такой район. Все-таки, наверное, 10% всего вместе. Потому что остров все-таки район приличный. И там, вот район морпорта и улицы Чайковского, там вот это тоже оно... Оно да, оно имеет определенный вес в городе. Вот это может притопить. Но 90% города это не заденет. То есть взрывать это, чтобы каким-то образом нагадить нам, ну да, конечно, да, они нагадят. Потому что нам придется восстанавливать 5-7 лет, придется восстанавливать эту ГЭС. Это никто с этим не спорит, да. Но они при этом смоют также свои войска, распортированные сегодня в Олежках. Там их очень много. Соответственно, ну, опять я говорю, мы имеем дело с шизоидами. Поэтому сказать, что они вот так сделают или не вот так сделают, невозможно. Там никаких рациональных мыслей не просматривается. Там просто сплошное, знаете, сплошные действия по ситуации, что называется. Причем очень часто продиктованные алкоголем или, судя по всему, даже употреблением тяжелых наркотиков. Это я имею ввиду вот этого Суровикина и так далее. Шойгу. Ну, Шойгу в последнее время нет. Он где-то, судя по всему, ушел к шаманам в тундру. Вот. А вот этот вот Суровикин, он, по-моему, он не совсем адекватный человек. Вот. Глубоко глупый. И, ну, ждать от него каких-то нормальных ходов не приходится. Поэтому вот такая вот ситуация в настоящий момент. То есть, в городе и на правобережье Херсонщины остаются чмобики российские, вот последние. И мобики, которых могилизировали еще в Донбабве и в Лугандонии. И вот немножечко до этого. То есть, те еще, кто из них, кого там еще не повыбило, то еще не 200-е и 300-е. И, соответственно, они остаются здесь. Каких-то войск, скажем так, более-менее боеспособных, те, что там были, они их или вывели, или выводят в настоящий момент на левый берег. Ну, ждем развития ситуации. Посмотрим, чем это все закончится. Слава Украине!